он включил так значит в качестве напоминания в системах на плоскости бывают два типа давайте напишу так в системах на плоскости в типичном случае чтобы это не значило бывают два типа предельного поведения траекторий это либо особая точка то есть положение равновесия либо это предельный цикл то есть колебательный процесс вот и эти предельные поведения они в каком-то смысле простые что я имею ввиду легко объяснить на словах что будет происходить вот мы запускаем у нас есть какая-нибудь система допустим у нее есть скажем предельный цикл тут допустим есть какая-нибудь особая точка ну хорошо пусть пусть я сейчас нарисую не очень простую систему допустим у нас есть притягивающий предельный цикл тут есть допустим еще какая-нибудь особая точка допустим седло какая-нибудь такая вот штука соответственно у нас есть какая-нибудь такая штука здесь есть кончет такая вот вещь и допустим есть еще одна предельная . и еще одна особая . допустим это будет какой-нибудь узел в который все стремится ну вот можно себе представить кого-нибудь вот такую динамическую систему не очень простая система здесь тоже будет происходить такое сейчас значит у меня вот так вот устроена динамика сейчас значит давайте вот так ты сделаем конечно вот такая вот система с таким фазовым портретом система не очень простая так написать ее формулой будет довольно трудно но тем не менее если я спрашиваю про предельное поведение траектории тогда довольно простое а именно можно нарисовать некоторые области и сказать что вот внутри этих областей например вот там вот точек вот здесь вот обязательно будет стремиться вот к этому предельному циклу и если возьму какую-нибудь точку неровно этого какой-нибудь близкую точку допустим вот такую точку то она тоже будет стремиться к этому же самому предельному циклу и в общем ее будущее будет устроено примерно так же как будущее вот этой точки они стремятся к одному и тому же аттрактору и динамика на этом аттракторе простая и она как бы слабо зависит от выбора начального условия вы конечно получите немножко там если нарисовать график зависимости от времени то вы конечно для вот этого начального условия получите немножко другую картинку чем для вот этого начального условия это будут в любом случае какие-то какие-то вот допустим есть одна координата я одну какой-то карнат нарисую это будет в любом случае какие-то вот такие вот колебательные штуки здесь не обязаны быть там идеально синусоида но что что-то такое что такое похожее колебательное и для близкой точки у меня получится какая-нибудь близкость близкая кривая но на самом деле отличающиеся просто примерно отличающиеся просто с двигом по времени ничего более сложного тут нет вот и как бы вот там все точки например вот из вот из этой вот области ведут себя примерно одинаково примерно таким образом но кроме самого от этого точки а все точки вот отсюда ведут себя еще проще они просто стремятся к особой точке тут тоже ничего интересного особенно не происходит. Но дальше возникает вопрос, достаточно ли вот этого репертуара для того, чтобы описывать какие-то реальные поведения реальных систем. И мы понимаем, что вот все, что мы сейчас рисовали и теоремы доказывали, мы доказывали для систем на плоскости. Это означает, что у нас есть всего 2 фазовых переменных. Но если думать про какие-то реальные системы, то понятно, что у них количество фазовых переменных может быть сколь угодно большим. Например, мы рассматривали модель мультезианского роста, в которой была всего одна фазовая переменная, и там все росло просто по экспоненте или, наоборот, убывало по экспоненте. Мы рассматривали модель хищник-жертвов, в которой есть два вида взаимодействующих между собой. И это была уже система с двумерным фазовым пространством. И там возникали новые эффекты, возникали периодические колебания. Но, в принципе, ничего не мешает рассмотреть систему с тремя фазовыми переменными. Можно рассмотреть систему, допустим, с тремя видами, которые как-нибудь там друг с другом взаимодействуют, влияют друг на друга. И все. И вот вы выходите за рамки систем на плоскости и начинаете жить в гораздо более сложном мире. Ну, насколько сложно? Действительно ли система в трехмерном пространстве существенно сложнее, чем система в двумерном пространстве? Ну, окей. Сейчас мы этот вопрос за ближайшие две лекции обсудим подробно. Можно рассмотреть с другой стороны. Есть разные явления, которые, по идее, тоже должны бы описываться дифференциальными уравнениями, но при этом, которые демонстрируют поведение более сложное, чем какие-нибудь там периодические колебания. Ну, и, собственно говоря, исторически открытие тех явлений, про которые я сейчас буду рассказывать, открытие динамического хаоса, по крайней мере, одна из, так сказать, частей этого открытия, была связана с работой Лоренца. Лоренц был метеорологом, и он задумался над таким вопросом. Есть погода. С одной стороны, мы понимаем, что, ну, что такое погода? Погода – это результат динамического процесса. Есть всякие направления ветра, температура в разных местах, и все это как-то взаимодействует. Ну, можно выписать соответствующие законы термодинамические, всякие конвекции. Ну, в общем, все, что знают люди, которые занимаются этими властями физики. Но в конечном итоге все сводится к тому, что у нас есть какое-то количество дифференциальных уравнений. Вся физика, она в конечном итоге, по крайней мере, классическая физика, да и не классическая тоже, она в конечном итоге сводится к каким-то дифференциальному уравнению. И дальше возникает вопрос. Ну, окей, мы знаем, что, с одной стороны, погода не является, как бы… С одной стороны, мы понимаем, что вот то, что мы наблюдаем сейчас – это результат какого-то очень длительного процесса. То есть если представить себе, что у нас есть какая-то траектория, которая описывает погоду, допустим, на Земле, и эта траектория в каком-нибудь очень многомерном пространстве, ну, мы понимаем, с одной стороны, что эта траектория… Что вот мы сейчас, скорее всего, наблюдаем предельное поведение этой траектории, потому что, ну, просто эта самая погода развивается уже на протяжении очень длительного времени. Миллионы, миллиарды лет. Миллиарды, может быть, ладно, я не помню, какой возраст Земли. Ну, в общем, короче говоря, это очень длительные процессы, и вроде как мы должны были уже выйти на какое-то предельное поведение. И, с одной стороны, мы видим точно, что это предельное поведение не является положением равновесия. Если бы оно являлось бы положением равновесия, то погода завтра была бы такой же, как погода сегодня, причем всегда, у нас всегда была бы одна и та же погода. Такого явления нет. Очевидно, в нашей погоде есть какие-то периодические процессы, связанные уже с небесной механикой, с тем, что Земля крутится вокруг Солнца, наклонена, и все такое, что учит в курсе природоведения. Но, тем не менее, мы понимаем, что погода, она, конечно, имеет тоже какую-то периодическую компоненцию, связанную с вот этим движением Земли. Но при этом это совершенно не идеальная периодическая траектория. Мы видим, что если она была бы идеальной периодической траекторией, то мы просто могли бы найти период, и дальше бы абсолютно железно предсказывать, что у нас будущее будет такое же, каким было прошлое, скажем, две недели назад или год назад. И мы видим, что это не так. Неправда, что погода периодическая. Поэтому, каким бы ни было дифференциальное уравнение, описывающее погоду, оно должно иметь траектории с предельным поведением более сложным, чем вот такие вот. Дальше возникает вопрос, а как они могут выглядеть, как они могут быть устроены. Значит, давайте я этот вопрос сформулирую. Значит, как может быть устроено более сложное поведение? Оказывается, что это самое более сложное поведение может быть устроено очень хитро. В частности, оно может обладать таким эффектом, как сильная зависимость от начальных условий. Что это такое? Ну, собственно говоря, исторически дело было так. Лоренс пытался придумать какую-то систему дифференциальных уравнений, которая бы описывала явление, при котором устоявшаяся динамика дифференциального уравнения была бы непериодической и непостоянной. И дальше он придумал какую-то систему дифференциальных уравнений. Сначала это была система, кажется, из 12 дифференциальных уравнений, и она учитывала там разные факторы. Потом он ее сократил, и осталась довольно короткая система. У нее есть какая-то метеорологическая интерпретация. Но для нас сейчас важно, что эта самая система обладала таким поведением, которое было обнаружено более-менее случайно. Давайте я сейчас покажу картинку на эту тему. Спасибо. Значит, видно сейчас график? То я окошко-то расширил. Собственно говоря, история была такая, что все это считалось на древних компьютерах. И в какой-то момент Лоренц прекратил, как будто у него алгоритм что-то считал-считал, рисовал какую-то траекторию, а потом он приостановил этот алгоритм, а потом он его запустил заново. Ну, как он его запустил заново? Он запустил заново программу, программа вначале запрашивает начальные условия. И он просто взял и из распечатки ввел это начальное условие просто вот ручками. И это начальное условие было не совсем в конце того промежутка, который был посчитан, а где-то в середине. И дальше он обнаружил, что две траектории, которые у него при этом получались, то есть исходная траектория, которая была посчитана сначала, и траектория, которая была посчитана во второй раз, они стали вот так вот расходиться. То есть видно, что они вот здесь вначале более-менее совпадают, а потом с течением времени они начинают как-то странным образом разбегаться. И через какое-то время эти две траектории вообще не имеют друг другу ничего общего. И первая идея была, что это просто какая-то ошибка в программе, но не может такого быть, что вы запускаете, как бы, примерно, вы запускаете один и тот же счет, вы запускаете его два раза, и у вас получаются разные решения. Такого не может быть, потому что, ну, там, если это одна и та же программа, она работает детерминистически, она, как бы, ее результаты работы, они должны абсолютно точно задаваться начальными условиями. Но оказалось, что, оказалось, что когда Лоренц вводил начальное условие, он его вводил просто в виде числа с распечатки, и на распечатке было приведено число округленное. Там, допустим, было шесть значащих цифр, а при этом компьютер оперировал, скажем, десятью значащими цифрами. И из-за этого та точка, с которой он стартовал, она оказалась не совсем той точкой, которая лежала на исходной траектории. И оказалось, что в отличие от динамики на плоскости, которую мы обсуждали, в случае с динамикой чуть более сложной, в данном случае это были три уравнения, кажется. И оказалось, что в этом случае динамика, получается, сильно зависит от начальных условий, что даже очень маленькое изменение начального условия приводит к тому, что траектория сначала идет очень близко, а потом со временем разбегается очень сильно. Дальше возникает вопрос, а как же это так? Какая картинка за этим стоит? Какой механизм за этим стоит? Там практически выводы, которые из этого можно сделать, они очень такие. С одной стороны, они печальные, с другой стороны, они очень важные и далеко идущие. В частности, эта штука показывает, что если у вас есть сложная система дифференциальных уравнений, сложная, в том числе, как минимум три параметра, и ее поведение не описывается как-то легко, то большой шанс, что если вы будете использовать эту систему для того, чтобы делать предсказания на длинных промежутках времени, то вы на самом деле получите результат, который не имеет никакого отношения к действительности. Собственно говоря, это главная причина, по которой мы не умеем предсказывать погоду на длительные промежутки времени. Прогноз погоды больше, чем на неделю, не имеет никакого смысла, но даже прогноз погоды на ближайшее время тоже довольно имеет не слишком высокую предсказательную силу. Нормальную предсказательную силу имеет прогноз погоды на ближайшие часы. И оказывается, что это не проблема, связанная с тем, что у нас мало данных про погоду, или что у нас плохие модели, или что у нас слабые компьютеры. Это проблема, которая связана с тем, что реально вот есть такой эффект, и с этим эффектом практически ничего нельзя сделать, потому что любые данные, которые мы реально снимаем, которые мы реально измеряем, они не абсолютно точны. Они содержат в себе какую-то ошибку. Поэтому если так оказывается, что маленькая ошибка, которая у нас естественно возникает, что она приводит к катастрофическому изменению траектории, то это означает, что наша предсказанная траектория, которую мы посчитали с помощью дифференциального уравнения, не несет непосредственно предсказательной силы. Вот. Другая история про… Другая система, которая обладает похожими свойствами, и при этом, в отличие от системы Лоренца, простая с точки зрения механики, это система, которая называется двойной маятник. Давайте я сейчас покажу тоже какую-нибудь симуляцию на тему двойного маятника. Собственно говоря, в Википедии вроде бы нормальная симуляция. Давайте я покажу ее. Что такое двойной маятник? Двойной маятник – это такая простая система. Мы знаем, как устроен одиночный маятник. Это просто грузик, подвешенный на палочке, прикрепленный к чему-то, к неподвижной точке. А здесь, на этой картинке, мы видим три двойных маятника. Но хорошо, давайте я все-таки начну со статической картинки. Вот, собственно говоря, статическая картинка. Значит, мы просто берем и к одному маятнику подвешиваем еще один маятник. И смотрим, как эта система будет колебаться. Оказывается, что такая, в общем-то, не очень сложная система, не очень сложная механическая система. Сколько, кстати, какая размерность фазового пространства такой системы, скажите мне? Значит, сколько дифференциальных уравнений нужно написать, чтобы записать динамику вот такой системы? Ну, кажется, что два. Тогда какого порядка ваша система будет? Давайте так, смотрите. Когда мы говорим про фазовое пространство, нам нужно, чтобы у нас все дифференциальные уравнения были бы уравнениями первого порядка. То есть там не должно быть вторых производных. Когда мы обсуждали просто, например, математический маятник или просто осциллятор, у нас была размерность 2. А здесь какая размерность будет? Значит, я вижу вариант 3. Так, два угла, единственная скорость. А почему скорость единственная? Я не совсем понял. У нас вот эта вот штука может крутиться как угодно, и вот эта штука может крутиться как угодно. Не совсем понятно, почему скорость единственная. Не, не понял. Не понял, Святослав, почему два угла и скорость задают строго вторую скорость? Допустим, у меня вот этот угол 0, вот этот угол 0, и вот эта скорость 0. Что я тогда знаю про скорость изменения вот этой штуки? Что я тогда знаю про скорость тела М2? А можно предположить еще раз? Ну, просто, насколько я понимаю, это очень похоже на как вот... В общем, на одном из каналов, который вы скидывали, там была очень похожая штука, только не с маятниками, а с разложением в ряд Фурье. Вот. И там как бы... Ну, там просто они независимы, насколько я помню. Да, но там не было никакого... Там не было никакого второго закона Ньютона. Там не было никакой, скорее всего, там не было никакой динамики просто. У нас здесь... Откуда возникает... Откуда возникает... Ну, допустим, вот в обычном маятнике, откуда возникает двумерная фазовая пространство? Из-за того, что у вас второй закон Ньютона, он записывается через ускорение. Ускорение пропорциональной силы, а ускорение вторая производная. Поэтому нам приходится вводить дополнительную переменную скорость для того, чтобы все это свести к уравнению первого порядка. И здесь, в общем, то же самое. А там, где обсуждаются просто ряды Фурье, там нет никакой такой динамики. Там вы просто произвольную функцию можете представить в виде суммы некоторых периодических... Суммы некоторых синусоид, суммы некоторых вращений. Но это, конечно, можно сделать, но там нет никакого... Там нет никаких ускорений в том законе, который это все задает. Там вообще дифференцированных уровней нет. Илья, можно, пожалуйста, вот еще разберемся про третью? Я просто не совсем понял. Вот, смотрите, допустим, у нас есть закон, описывающий изменения первого угла, изменения второго угла и скорости первого шара. Вот, мы знаем, что проекция скорости на L2 должны быть равны. Ну, просто потому, что у нас концы должны двигаться вместе, и они никак не сжимаются. По-моему... Сейчас, какие проекции должны быть равны? Ну, вот, смотрите, L2 же жесткий стержень, да? Да, L1 жесткий стержень. Соответственно, скорости M1 и M2 вдоль этого стержня должны быть равны. Скорость M1 и M2 вдоль стержня должны быть равны. Да, я согласен. Ну, смотрите, правильная параметризация такая, что мы вообще не думаем про... Как бы мы не думаем про движение вдоль стержней, а мы думаем просто про то, как углы меняются. Правильная параметризация... То есть, как бы, состояние вот этой системы в фиксированном моменте времени, вот просто, так сказать, не в фазовом простанстве точка, а вот просто, если мы хотим посмотреть на картинку в фиксированном моменте времени, то она задается просто вот двумя углами. И если мы говорим, что мы дальше будем все записывать в терминах этих двух углов, то мы уже учли тот факт, что у нас все скорости, проекция там всех скоростей на сами стержни должны обнуляться и все такое прочее. Вот, то есть, смотрите, значит, мой тезис состоит в том, что нам нужно, на самом деле, здесь четыре уравнения. Одно уравнение — это типа tt1 с точкой равняется v1, другое — tt2 с точки равняется v2. Ну, а потом мы уже эти v1 и v2 переписываем в терминах сил, который действует на наши тела. Поэтому здесь будет изначально четырехмерное фазовое пространство. Но, в принципе, его можно сократить, можно сразу же найти первый интеграл, будет использовать закон сохранения энергии, здесь это быстро пишется, и после этого у вас фактически содержательная динамика, она будет всегда находиться на каком-то трехмерной поверхности. и тут уже можно будет что-то понимать чуть лучше. Вот. Ну, в общем, значит, самое... Ну, если посмотреть на одиночный маятник, то вот как-то так он движется. Ну, и видно, что траектория довольно замысловатая. Несмотря на то, что система простая, видно, что у вас нижняя вот эта штука, она может либо проворачиваться, либо не проворачиваться вокруг своей точки подвеса. И, в общем, траектория довольно хитрая. И она не похожа просто на периодическую траекторию, и она вообще какая-то непонятная. И самое главное, это, собственно говоря, картинка, с которой я начал, что если мы запустим изначально несколько... Давайте я... Вот с самого начала мы запускаем несколько маятников, которые очень близки, но при этом видно, что с течением времени их динамика становится очень сильно разной. И, опять же, это наблюдается в сравнительно несложной механической системе. Собственно говоря, уравнение этого самого двойного маятника... Есть здесь где-то прямо уравнение написано. Ну, их можно в разных координатах записывать. Вот здесь что-то написано такое, но сейчас мы на это смотреть не будем. Вот. Значит, смотрите. В общем, что мы знаем на текущий момент? Мы знаем, что у дифференциальных уравнений в размерности больше двух бывает вот такое вот странное, необычное поведение. И дальше я хочу попробовать описать, как это поведение может быть устроено. Да. Давайте, прежде чем я продолжу, давайте я еще одну штуку покажу. Давайте покажу какую-нибудь, собственно говоря, картинку про аттрактор Лоренса. Сейчас, видимо, будет не очень хорошо видно. Сейчас, надеюсь, можно напоминать цвет этой штуки? О! Видимо, вот это более симпатичная визуализация. Так, давайте я сейчас ее скину, чтобы вы могли тоже поиграться с ней. Значит, я могу тут, можно эту штуку покрутить. Но давайте я сейчас начну с самого начала. Перезапущу страничку. Видно, как траектория движется. Значит, вот у вас есть как бы два почти предельных цикла. И видно, что траектория движется то вокруг одного из этих почти предельных циклов, то вокруг другого. И время от времени перескакивает с одного на другой. Соответственно, вот те моменты времени, когда видно, что вот этот перескок, он всегда происходит вот где-то здесь. И где-то тут как бы у вас есть такие как бы два лепестка. И эти два лепестка, вот у них есть такая вот, вот здесь вот есть момент, когда они как бы касаются друг друга. Но при этом при прохождении вблизи вот этой точки касания траектория может как остаться на том же лепестке, вокруг которого она крутилась, так и перескочить на другой лепесток. И что именно она сделает, так сходу непонятно. Это, собственно говоря, демонстрирует, как это хаотическое поведение возникает. Но пока еще не во всех деталях. Значит, моя цель на ближайшие две лекции – это объяснить, а что же именно происходит вот здесь. Мы, на самом деле, будем рассматривать не аттрактор Лоренса, а немножко другую систему, которую будет чуть-чуть проще построить и проанализировать. Но, тем не менее, эффект будет очень похожим. Собственно говоря, аттрактор Лоренса… Ну, давайте, наверное, сейчас не буду про это рассказывать подробно, но он в какой-то мере… Эта динамическая система, которую он моделирует, в какой-то мере похожа на двойной маятник, потому что там тоже есть какие-то штуки, которые могут крутиться в одну сторону или в другую сторону. И как раз вращение в одну сторону соответствует движению по одной… Вот это вот по одному лепестку, а движение в другую сторону соответствует вращению в другую сторону. Движение вокруг другого лепестка соответствует вращению в другую сторону. Вот. Ну, в общем, вот такая система. Собственно говоря, то, что сейчас нарисовано, это нарисован аттрактор, то есть нарисован предельно, ну, мы уже подождали достаточно долгое время, и видно, что вот мы взяли какую-то абы какую-то траекторию, и она, вот это вот объединение вот этих двух лепестков и какой-то непонятной сложной структуры между ними, это как раз наше омега-предельное множество. То есть реально траектория будет проходить вблизи каких-то точек, которые находятся на этом лепестке или на этом лепестке. На самом деле там возникает более сложная структура, чем просто одна полоска, другая полоска, там довольно непростая геометрия. Но, тем не менее, вот такая вот странная штука, она называется странным аттрактором. Ну, странный, потому что это не что-то обычное типа предельного цикла или особой точки, а действительно что-то такое странное. Вот, соответственно, сейчас я попробую рассказать некоторые базовые механизмы, которые приводят к появлению такого рода структур. Но сейчас нам придется немножко уйти в сторону от дифференциальных уравнений и поговорить про другой тип динамических систем, которые называются динамическим системом дискретным временем. Давайте я покажу, что это такое и как оно устроено. Вы, возможно, на семинаре успели обсудить отображение Панкаре. Давайте я озаглавлю раздел от дифференциальных уравнений к отображениям. И мы поговорим про отображение Панкаре. Успели что-нибудь на семинаре обсудить про отображение Панкаре? Отлично. Тогда, значит, вы уже с этим понятием должны быть знакомы. Но давайте я напомню формулировку, что если у вас есть какой-нибудь, допустим, на самом деле, не важно что, проще думать про предельный цикл. Вот у меня есть предельный цикл, и я могу нарисовать какой-нибудь отрезочек, который не будет касаться этого предельного цикла. И дальше я могу рассмотреть отображение, которое устроено таким образом, что я беру какую-то точку на этом отрезке, выпускаю траекторию из этой точки, дальше эта траектория движется, движется, движется. И в какой-то момент она может снова пересечь этот отрезок. Вот, соответственно, если я стартовую точку назову x, то та точка, которая получается, называется p от x. Соответственно, эта картинка нарисована в размерности 2, и у меня отображение по n-каре – это отображение отрезочков себя. То есть это отображение одномерной штуки в себя. Но, в принципе, можно рассматривать, если у вас есть, например, дифференциальное уравнение в размерности 3. Скажем, представьте себе, что у меня есть какой-то предельный цикл для трехмерной системы. Вот тут у меня есть какой-то предельный цикл. И у меня есть… я могу нарисовать вот такую вот площадочку, которая этот предельный цикл будет пересекать, и тоже которая не будет касаться этого предельного цикла. И тогда вот здесь вот можно рассмотреть отображение по n-каре с этой площадочки на себя. То есть у вас уже траектории могут вести себя как-нибудь вот так. Но в любом случае вы можете определить, значит, здесь x, а здесь будет p от x. Вот. Дальше я утверждаю следующее, что на самом деле знание вот этого отображения, отображение по n-каре нам позволяет сказать очень многое про динамику, которая происходит вот здесь вот, про траектории, которые пересекают вот эту площадочку. А именно, например, чего может быть? Например, если у нас есть неподвижная точка отображения по n-каре. То есть если у нас есть какая-то точка x со звездочкой, такая, что p от x со звездочкой равняется x со звездочкой. Чему это соответствует с точки зрения нашего дифференциального уравнения? Что я могу сказать про траекторию, которая выходит из точки x со звездочкой? Может, что это предельный цикл? Ну, не обязательно предельный, но, по крайней мере, это абсолютно точно замкнутая траектория. Я точно знаю, что, ну, как бы по определению. Что означает, что p от x со звездочка равняется x со звездочкой. Это означает, что если я выпускаю траекторию из точки x со звездочкой, то она, во-первых, пересечет снова мою площадку, а во-вторых, пересечет она ровно вот в той же самой точке. То есть это означает, что траектория замкнулась. Дальше. Например, а вот если так оказалось, что у нас... Вот такой вопрос, более хитрый. В обратную сторону это верно. Правда ли, что любая замкнутая траектория соответствует неподвижной точке отображения по анкаре? Это вроде бы неверно, потому что можно попробовать контрпример провести. Так, а как вы хотите построить контрпример? Ну, можно посмотреть, чтобы наша кривая, она немножко изгибалась, чтобы она как бы несколько раз пересекала данный отрезок. Да, да, вот это отличная идея. Действительно, потому что можно сделать какую-нибудь такую штуку. На плоскости я бы, например, не смог бы это сделать, а в трехмерном пространстве вполне себе могу. Например, вот так. Значит, вот здесь вот у меня, вот тут вот у меня произошло второе пересечение, а потом, например, траектория ушла как-нибудь вот так. Вот здесь на самом деле, вот в этой точке на самом деле нет пересечения траекторий. Это просто споректировалось так. Но здесь вот она попала сюда. Как бы намоталась два раза. Значит, вот так, вот так, потом вот так, потом вот так. Ну, хорошо, здесь надо было вот так сделать. Вот. Значит, тогда у меня будет здесь точка X со звездочкой, например. А что вы тогда можете сказать про точку X со звездочкой? А что можете сказать про нее в терминах отображения Паун-Каре? Если картинка вот такая, как нарисована. Значит, это у меня X со звездочкой. Вот эта вот точка, вторая точка, это P от X со звездочкой. А что еще вы можете сказать? Можно сказать, что P от P от X со звездочкой, это X со звездочкой. Да. Именно так. Вот для этой картинки вот такое утверждение верно. Значит, на самом деле это означает, что нас интересует не просто то, как вот это отображение устроено, а нас интересует то, как это отображение действует, если мы будем применять его несколько раз. Но в данном случае мы применили это отображение два раза. Значит, у нас была какая-то точка X со звездочкой. Мы на нее подействовали отображением P, получили P от X со звездочкой. Потом снова подействовали отображением P, получили P от P от X со звездочкой. И видно, что у нас в данном случае произошло зацикливание для этой картинки. Могло бы не произойти, могло бы что-то другое произойти. Но, в общем, эта картинка показывает, что нам может быть интересно исследовать такую последовательность. Значит, давайте я скажу, что у меня есть последовательность, которая называется ORB от X. И это такая штука. Значит, давайте я скажу, что у меня есть отображение P, я буду его возводить в степень. Но возводить степень не в смысле умножения, у меня здесь нет никакого умножения, а в смысле последовательного применения. Значит, PNT от X – это и есть просто вот такая штука. Значит, P от P и так далее от P от X. Здесь нужно n раз это сделать. Или обычно это записывают так. P, кружочек P и так далее, кружочек P от X. Здесь тоже n раз. Значит, вот эта штука называется композиционной степенью отображения P, потому что мы как бы не умножение делаем, а делаем композицию. Но композиция, на самом деле, это в некотором смысле умножение только в подходящем пространстве. И, соответственно, дальше нас будут интересовать орбиты точек под действием какого-то отображения. Орбиты точки X называется такая последовательность. Значит, давайте я скажу так, это будет последовательность X. Хорошо, давайте я пока предположительную полуорбиту. Это последовательность PNT от X, где n пробегает. Вот такую штуку. Давайте я даже скажу, что это так. У меня сейчас получилось, что это множество. Давайте я все-таки хочу сказать, что это последовательность, поэтому напишу вот так. И она равняется 0, 1, 2 и так далее. Вот. То есть орбиты точки – это просто последовательность значений. Взяли точку X под действием отображением P, получили новую точку под действием от новой точки отображением X. отображением P, получили новую точку и так далее. Вот. Соответственно, дальше оказывается, что свойства вот таких орбит отображения P связаны со свойствами орбит нашего дифференциального уравнения. Ну вот давайте еще один пример я приведу. Вот, допустим, известно вот что. Допустим, нам известно, что у нас есть отображение P, и у него есть притягивающая, например, притягивающая неподвижная точка. То есть, например, есть вот такая штука. P от X-звездочка равняется X-звездочкой, и для всякого Y из некоторой… Ну, давайте я напишу так. Существует такая окрестность U, содержащая X-звездочкой, такая, что для всякого Y из этой окрестности U P от Y стремится к X-звездочкой. Что это означает? Это означает, что вот у нас есть какая-то такая неподвижная точка, и в окрестности этой точки любая другая точка будет вот так вот сходиться под действием отображения P, будет сходиться к нашей X-звездочкой. Вопрос. Что это значит с точки зрения нашего дифференциального уравнения? Что тогда есть у дифференциального уравнения? Во-первых, X-звездочка – это неподвижная точка. Это как раз означает, что у нее есть какая-то замкнутая траектория, которая через X-звездочка проходит. А что будет означать, например, вот это условие? Давайте я даже это условие как-нибудь сейчас сделаю более сильным, чтобы… Давайте я прям какой-нибудь устойчивости потребую. Давайте я потребую вот чего. Давайте я потребую, чтобы… Давайте я потребую, чтобы… Давайте я потребую, чтобы P от U целиком внутрь переходило внутрь U. То есть вот у меня есть какая-то окрестность точки X со звездочкой. И я утверждаю, что по действиям отображения P вся эта окрестность переходит строго внутрь себя. Что вы можете сказать в этом случае про наше дифференциальное уравнение, про траекторию этого дифференциального уравнения? Что можно сказать про вот эту вот траекторию, которая является замкнутой? Как ведут себя траектории, близкие к вот этой замкнутой? Если я возьму какую-нибудь близкую точечку вот здесь, что будет происходить с траекторией, которая выпущена из этой близкой точки? Я взял точку, которая близка к вот этой моей траектории, к замкнутой. Что можно про нее сказать? Что можно сказать про эту траекторию? Что с ней дальше будет происходить? Нельзя сказать, что вот если она, допустим, близко находится к к оранжевой кривой, нет, красной, я не знаю, как лучше позначить. Значит, она пройдет, пересечет плоскость, там, где y мы обозначили, пересечет где-то довольно близко так, чтобы у нас точка вот этого пересечения сходилась к x-звездочкой. Да, это правда. Значит, что если она тоже будет периодической, то она будет притягиваться к нашему вот этому замкающейся кривой. Ну, сейчас, она, скорее всего, не будет периодической, потому что если бы вот сама эта штука, ну, то есть непонятно, как бы она могла быть периодической, если она, наоборот, должна притягиваться. Не периодически, а, в общем, если она будет возвращаться, а, ну, не, все нормально, она будет возвращаться там в точку, которая будет еще чуть ближе, потому что у нас p от y, она сходится к звездочке. Получается, мы будем наматываться на вот этот цикл. Да, совершенно верно. Значит, на самом деле, вот это утверждение, которое я здесь написал, утверждение про… Ну, я написал чуть более сильное утверждение, чем просто устойчивость, но… и там чуть более сильное утверждение, чем просто притяжение. Но, по крайней мере, вот этого условия достаточно, чтобы сказать, что у нас все траектории, которые проходят вблизи, достаточно близко к вот этой замкнутой траектории, они в конечном итоге будут к ней стремиться. Ну, ровно потому, что они вынуждены пересекать вот эту площадочку по последовательным орбитам, по точкам орбиты, какой-то орбиты отображения p. И мы знаем, что отображение p, оно каждый раз приближает нам, ну, по крайней мере, предел вот этого, предел каждой орбиты должен равняться x-звездочкой, но это означает как раз, что вся траектория, она будет проходить все ближе, ближе, ближе к вот этой самой траектории x-звездочкой. То есть видно, что какие-то свойства динамики, которые задаются отображением p, они переносятся на динамику, которая задается в дифференциальном уравнении. И дальше мы будем изучать динамику отображений. Идея состоит в том, чтобы понять, как хаотическая динамика может возникать в отображениях, а потом построить некий явный пример отображения, в котором это происходит, а потом построить дифференциальное уравнение, для которого вот это самое построенное нами отображение будет отображением p.n.c.r. Следующий раздел будет называться подкова смейла. Тут мы вообще забываем про дифференциальное уравнение и рассматриваем такое отображение, которое описывается довольно несложно. Давайте представим себе, что у меня есть квадрат. Допустим, квадрат 0.1 на 0.1. И я этот квадрат разделю, скажем, на 5 частей. По горизонтали, на 5 частей, по вертикали. На клеточки такие. И я сделаю такую штуку. Вот у меня есть вот такое разделение. Давайте я возьму две вот эти полосы горизонтальные. Значит, мое отображение будет определено только вот на этих двух горизонтальных полосках. И оно будет, на самом деле, очень простым. Значит, у меня есть отображение s. Давайте я эти полосы как-нибудь назову. Давайте я вот эту полосу назову p0, а вот эту назову p1. И у меня есть отображение s, которое отображает объединение p1, p0. Она отображает в квадрат. То есть это штука, которая определена на объединение вот этих двух горизонтальных полосок. И действует оно очень просто. Значит, оно берет вот эту горизонтальную полоску. Сжимает ее по горизонтали в пять раз. И вытягивает по вертикали в пять раз. Значит, давайте я тут что-нибудь изображу сейчас. Допустим, у меня здесь есть какая-нибудь кошечка. Ладно, получилось не кошечка, а свинка. Наше отображение устроено так, что оно... Это горизонтальную полосу. Сначала оно просто ее сжимает в пять раз. Значит, была здесь... Была тут вот такая вот свинка. Становится вот такая свинка. После этого она ее вытягивает. В пять раз. Получается вот такая вот свинка. Это просто линейное отображение. И после этого вот эта вот новая вертикальная полоска кладется на мой исходный квадрат. И кладется она вот так. Значит, здесь тоже вот эта одна пятая. Значит, у нее теперь по горизонтальной переменной размеру одна пятая, а по вертикальной единице. И то же самое происходит с по ноль. Значит, сейчас. Только, наверное, я неудачно ее положил. Надо было ее положить не сюда, а надо было ее положить вот сюда. Вот так. И, похоже, операция происходит с по ноль. Значит, только по ноль отображается... Давайте я... Вот так вот действует S на по ноль. А на по ноль она действует точно так же, только вот так. Вот. Получается вот такая вот картинка. Значит, понятно ли, как работает отображение? Отображение просто кусочно-линейное. Оно... Ну, я бы сказал так, кусочно-афинное. И на самом деле, ее линейная часть этого кусочно-афинного отображения одинаковая. Это горизонтальные координаты уменьшаются в пять раз, вертикальные увеличиваются в пять раз. Умножаются просто на пять. И единственное различие между P0 и P1 – это сдвиг, который позволяет поместить полосу в правильную точку на картинке. Можно было бы думать про это отображение таким образом. Можно было бы думать, что вот у нас есть наш квадрат. Мы этот квадрат целиком сжали по горизонтали. Сейчас. Нет, это я хочу наоборот. Значит, я хочу... Мы этот квадрат целиком вытянули вот так. То есть мы его сжали по горизонтали в пять раз и вытянули по вертикали в пять раз. А после этого мы взяли и у этого квадрата... Значит, что мы сделали? Значит, сейчас я хочу, чтобы вот эта горизонтальная штука легла вот сюда. Да, значит, и сделали мы такую штуку. Мы взяли и вот эту вот вытянутую вещь согнули в виде такой скрепки. Такой вот скрепки. И после этого эту скрепку положили на наш исходный квадрат так, чтобы исходный квадрат лежал бы где-то вот здесь. Вот примерно такую штуку мы делаем. Давайте проверим, что это действительно так работает. Значит, у меня, например, что является прообразом вот этой вот полосы, прообразом вот этой полосы выступает вот эта вот горизонтальная полоска. Прообразом вот этой полосы выступает вот эта вот вертикальная, вот эта горизонтальная полоска. Ну да, вроде работает. на самом деле в оригинальной конструкции смейла было было не скрепка была действительно подкова в оригинальной конструкции смейла это отображение было устроено так он просто брал квадрат его вот так вот вытягивал а потом просто складывал в виде подковы вот так вот и накладывал на исходный квадрат а вот такое было отображение опять же но вот это отображение определён на всем квадрате наше отображение под но только на некоторых кусочек этого квадрата ну а это не страшно значит это все вот это отображение вот это отображение на самом деле обладают похожими свойствами, но вот это чуть-чуть сложнее исследовать аналитически, и поэтому я записал здесь вот такое отображение. Давайте посмотрим на свойства этого отображения, как оно вообще будет устроено. Для начала попробуем понять, а вот если я хочу рассматривать итерацию этого отображения, то есть если я хочу взять какую-то точку, подействовать на него этим отображением, потом на то, что получилось снова подействовать этим отображением и так далее, в каком случае я смогу эту операцию продолжать несколько раз, а в каком случае не смогу. Давайте смотреть. Значит, например, давайте посмотрим, у каких точек есть… Ну вот изначально отображение определено вот тут, но при этом например, s квадрат определено уже не на этом объединении. Вопрос, где определено отображение s квадрата, то есть для каких точек я могу подействовать отображением s два раза. Ну вот один раз я могу подействовать отображением s, например, на все точки вот этой полосы. А два раза? И только на пересечении. Давайте смотреть. Значит, что у меня должно быть? У меня… Значит, чтобы я мог подействовать на какую-то точку отображением s квадрат, что это означает? Это означает, что у меня эта точка, ее образ должен попасть снова либо вот в эту полоску, либо вот в эту полоску. То есть это означает, что ее образ должен лежать вот тут. Значит, либо тут, либо если я стартую с полосы P0, то вот здесь. Но это ее образ должен там лежать. А где сама точка x должна лежать? Давайте я нарисую еще раз эту картинку. Значит, вот у нас есть наш квадрат. Вот у нас есть наши стартовые полосы. P0, P1. Да, давайте я вот эти новые полосы тоже как-нибудь обозначу. Пусть они называются P0'P1'. Значит, это P0', это P1'. Значит, соответственно, s квадрат от какой-то точки x определено. Следовательно, s от x принадлежит объединению P0'P1'. Но поскольку образом у нас s от P0'P1' является P0'P1'. Значит, понятно, что они автоматически, этот образ, он автоматически лежит в пересечении с P0'P1'. То есть это означает, что s от x принадлежит вот этим вот двум, точнее, не двум, вот этим вот четырем квадратиком. Ну, хорошо. А сам s от x, а сам x, как сформулировать условие о том, что s квадрат от x определен в терминах самого x? Где сам x должен лежать? Иными словами, я спрашиваю, как устроены прообразы вот этих квадратиков под действием моего отображения? Какие точки переходят вот в эти квадратики? Мое отображение, напомню, оно работает так. Оно берет полоску, сжимает ее в пять раз по горизонтали, вытягивает в пять раз по вертикали. Значит, как действует обратное отображение? Как понять, что у нас есть вот такое вот отображение s? А меня сейчас интересует, значит, как бы мне найти прообраз для вот этих вот квадратиков под действием... Ну, то есть, иными словами, я хочу подействовать на вот эти квадратики отображением s в минус первый. Как бы мне это сделать? А там не получается, что... Ну, как бы, получаются такие две полоски еще в полосе P1 штрих, ну, если есть P1. Да, давайте посмотрим. Значит, во-первых, сейчас, значит, x должен обязательно находиться вот здесь или вот здесь. Либо в P0, либо в P1. Но не во всех точках. Например, давайте посмотрим, вот для того, чтобы попасть вот сюда, вот в этот вот квадратик. Вот действием нашего отображения. Значит, мы стартуем с P0. Значит, если мы хотим попасть сюда, то это означает вот что. Значит, давайте просто посмотрим. Значит, у меня вот эта вот полоска, вот как это устроено. Значит, давайте я просто в обратную сторону буду идти. Вот у меня есть вот такая полоска вертикальная. В этой вертикальной полоске отмечены отмечены два вот этих моих кусочка. Теперь, как действует обратное отображение? Оно берет эту полоску. Значит, прямое отображение должно полоску сжимать по горизонтали и вытягивать по вертикали. Значит, обратное отображение действует наоборот. Значит, мне нужно вот эту полоску. Что я с ней сделаю? Значит, наоборот. Сжать вот так. При этом здесь возникают две такие вот полосочки. И потом растянуть до горизонтальной. Получается вот такая вот штука. Значит, это в случае, если я нахожусь вот здесь. И в случае, если я нахожусь вот здесь, ситуация абсолютно такая же. То есть, на самом деле, те точки, в которых s квадрат от x определено, это в точности точки, которые лежат вот в этих полосочках. Согласны, понятна конструкция? Окей. Теперь давайте продолжим этот процесс. Вот если я спрашиваю, в каких точках определено третья итерация отображения? s в кубе, как эти точки устроены. Тут уже можно догадаться. Значит, для того, чтобы попасть, для того, чтобы s3 от x было бы определено, нам нужно, чтобы s квадрат от x лежал бы в объединении P0, P1. Давайте я вот эти маленькие полосочки тоже как-нибудь обозначу. Давайте я их обозначу, например, так. Вот это обозначу P0, 0, вот это обозначу P0, 1, вот это обозначу P1, 0, а вот это обозначу P1, 1. Значит, если я хочу, чтобы s квадрат от x лежал бы в P0 объединение P1, то это означает, как мы только что выяснили, что s от x должен лежать где? Значит, мы знаем, что для того, чтобы s квадрат от x был бы определен, нужно, чтобы s от x лежал бы вот в такой штуке. и при этом мы знаем, что для этого нужно, чтобы x лежал бы в объединении вот как раз вот этих вот четырех полосочек P0, 0, P0, 1, P1, 0, P1, 1. Теперь я хочу сделать еще один шаг. Но вот я его делаю таким образом. Я просто говорю, что если я хочу, чтобы s квадрат от x был определен, то мне нужно, чтобы x лежал вот здесь. Значит, как минимум, вот здесь написано более сильное утверждение, здесь написано, что s квадрат от x не просто определен, а он обязательно лежит вот в этом объединении. Но давайте так посмотрим. Значит, я знаю, что если… Давайте я запишу вот этот s квадрат от x как s от s от x. Значит, я знаю, что если s от чего-то лежит вот в этом объединении, то сам x должен лежать вот в этой штуке. Поэтому s от x лежит вот в этом объединении. Значит, что можно теперь сказать про сам x? Где лежит x? Как построить то множество, которому должен принадлежать x? А там вроде получаются вот эти квадратики как раз. То есть если мы обратно сожмем? Ну, сейчас, смотрите. Что нам теперь нужно обратно сжать? Нам теперь нужно вот это множество обратно сжать. Точнее, не так. Нам нужно теперь взять вот это множество, пересечь его с… Ну вот, фактически теперь у нас такая история. Вот у меня есть вот такая полоска, и на этой полоске отмечены… Значит, у меня есть вот такая полосочка вертикальная, и на этой полоске отмечены вот эти вот четыре точечки. Точнее, четыре вот эти вот полосочки, маленькие совсем. И дальше что я должен сделать? Я должен опять… Значит, я знаю, что у меня s от x принадлежит, например, вот этим вот полосочкам. Вопрос. К чему принадлежит x? Опять же, я должен сделать то же самое. Я должен применить мое отображение в обратную сторону. Опять же, я должен это все дело растянуть. И у меня теперь получается вот такая штука. Значит, внутри каждой из вот этих исходных полос P0 и P1 у меня теперь есть четыре полоски, совсем тоненькие. Вопрос. Не встречалась ли вам где-нибудь такая конструкция похожая? Значит, вот у меня была изначально вот такая штука. Значит, у меня был изначально такой прямоугольник. Потом я его разделил на пять частей и выкинул. Ну, хорошо. Давайте я буду думать сейчас не про этот прямоугольник, а про исходную полосу. У меня была исходная полоса вот такая, горизонтальная. Я ее разделил на пять частей по вертикали и оставил только вот такие штуки. Две полоски поменьше. Потом я каждую из этих полосок разделил на пять частей и оставил полоски поменьше. И так далее. Знаете ли вы, что получится, если продолжали этот процесс до бесконечности? Ну, это как кантровая лестница. Да, получается кантровое множество. По камере конструкции очень похоже. В классическом кантровом множестве вы из отрезка выкидываете середину, из отрезка длины один выкидываете треть. Ну, а здесь что-то очень похожее возникает. Вы выкидываете какие-то кусочки. И дальше из того, что осталось, вы с тем, что осталось, делаете ровно то же самое. В общем, возникают вот такие вот... Если теперь задать вопрос о том, а в каких точках определено... В каких точках определено все итерации? Вот бывают ли такие точки, что, например, для всех натуральных n определено s n t от x? Ну, вот оказывается, что да, такие точки есть, но изобразить их довольно сложно, потому что это вот такое как раз кантровое множество. которое очень такое тоненькое, множество мера 0. Но именно эти точки нас будут интересовать, потому что нас будут интересовать те точки, которые можно итерировать до бесконечности. Вот. Соответственно, дальше у меня есть несколько вопросов, которые, видимо, вы обсудите на семинаре. У меня есть несколько вопросов про это отображение s. Например. Значит, описать... множество периодических точек s. Периодическая точка s – это такая точка, что s n t от x равняется x, где n – это какое-то натуральное число. описать... Да, ну, собственно говоря, описать динамику близких точек. То есть что происходит, если у вас две точки близки, они принадлежат тому множеству, для которых все итерации определены? Что с ними происходит с течением времени, когда вы действуете нашим отображением много-много-много раз? В общем, вот если это сделать, то будут более понятны механизмы, благодаря которым возникает та хаотическая динамика, которую мы видели на примере аттрактора Лоренца. Это не совсем та конструкция, это не совсем аттрактор, это гиперболическое вариантное множество, но, по крайней мере, механизмы сходные, которые возникают здесь и которые возникают в аттракторе Лоренца. Соответственно, я думаю, что вы на семинаре дообсудите подкову, а на следующей лекции мы построим дифференциальное уравнение, для которого вот это отображение подковы будет отображением Пуанкаре. И дальше мы увидим, как возникает картинка, очень похожая на аттрактор Лоренца вот в этом дифференциальном уравнении. Вот. Есть какие-нибудь вопросы? Хорошо. Ну, все тогда на сегодня. До свидания. До свидания.